16 октября 1853 года началась крымская война одна из череды русско-турецких войн происходивших начиная с 16 века на россии и в ссср ее подавали и подают как справедливую мол это на нас напали крым севастополь то все вы же помните слова из песни галича отечество в опасности наши танки на чужой земле так и на той войне османы находясь на территории собственной империи вероломно напали на русские войска находящиеся там же в украине сейчас абсолютно такая же ситуация русские совершенно искренне уверены что защищают свои родные болота находясь при этом на территории чужой страны в общем 170 лет назад русские вели захватническую войну называя ее справедливой и праведной о причинах создания в те годы антироссийской коалиции разбивший россию в пух и прах московская пропаганда пыталась не говорить чтобы у народа не возникли некрасивые вопросы которые мы как раз сейчас и поднимем началась крымская заваруха с того что русский царь николай первый требовал у турецкого султана отдать ему территорию с 12 миллионами населения мол оно православное и царь батюшка будет его защищать у валахов молдаван и других россияне не спрашивали хотят ли они такой защиты получив гарантии от британии относительно выступления против россии в случае вооруженной агрессии турецкий султан послал русского царя по известному анатомическому адресу с какой беды я должен тебе отдать свои земли николай первый ответил вторжением по его приказу 82 тысячный русский корпус и 21 июня 1853 года форсировал реку пруд и захватил молдавское княжество и валахию вассальные княжества османской империи против россии выступила коалиция из британии франции турции и сардинии и эта война для россиян завершилась позорным поражением был захвачен севастополь керчь и евпатория россия убралась с балкан и потеряла военный контроль над черным морем с запретом иметь флот русские также вынуждены были отступить от черноморской линии на кавказе демонтировав свои крепости россия полностью потеряла политическое влияние в европе проигравших никто не любит экономическое восстановление после крымской войны заняло у россии 40 лет это все далеко не полный список николай первый во время всего этого позора просто морально не выдержал свалившегося на него унизительного военного и политического проигрыша и покончил с собой оказывается российский император несмотря на свои агрессивные кровожадные планы был человеком тонкой душевной организации получил достойный отпор расстроился и наложил на себя руки и как это обычно бывает в российской историографии сей факт решили не афишировать распространять другую версию кончины императора воспаление легких хотите знать как все было на самом деле после просмотра этого видео заходите к нам на патреон мы сделали отдельное специальное видео о том как же николая первого плющила и корежила от позорного поражения в крымской войне и что именно довело его до самоубийство ссылка на патреон в подсказке описании и закрепленном комментарии во времена николая первого россия была в глубоком кризисе причина крепостное право которое тормозило экономическое развитие из-за мизерной покупательной способности населения крепостное право надо было отменять чтобы двигаться дальше но царь решил пойти другим путем в результате победоносной войны захватить земли на которых выращивалась значительное количество зерна поставив рынок под свой контроль и используя зерно как оружие заставить англичан и французов отдать ближний восток и азию под российское влияние но глубинному народу и достопочтенной публике конечно же сказали о причинах крымской войны куда более благородных типа защиты православных исторической справедливости и прочих бездуховных скрепах русского мира и если вы друзья имеете хотя бы минимальные навыки мышления и немного знаете историю а я уверен что это именно так вы увидите четкую параллель между тогдашней крымской войной и войной нынешней которую сегодня ведет россия а именно деградировавшая отставшая социально экономическая модель государства с самодерцем во главе требует или реформ или войн российские правители всегда идут по легкому как им кажется пути войн ввергая собственное население и народ из других стран в гиену огненную ну что вообще может предложить россия миру история говорит только о двух вещах которыми поистине богата россия так как ни одна другая страна в мире и это не нефть и не газ а что же подумайте ответ прозвучит чуть позже интересно совпадет ли он с вашим а пока давайте немного подробнее поговорим о позорно проигранной россии крымской войне и исторических параллелях сегодняшней войной россии против украины кроме болтовни российской пропаганды о защите веры в планах царя скрывалась намерение уничтожить османскую империю и завладеть всеми проливами из черного средиземное море в начале крымской войны российская империя атаковала османскую империю и пользуясь глубоким системным кризисом турции даже добилась довольно значительных успехов но московские действия и планы не понравились ведущим империям европы великобритании и франции правительство этих стран не стали выражать обеспокоенность политикой московских империалистов а быстро объявили им войну страны запада хорошо разбирались в тонкостях загадочной русской души московский хам понимает лишь грубую физическую силу и чихать хотел на все выражения глубокого беспокойства боевые действия кстати происходили от балтики до камчатки но решающие события крымской войны развернулись в причерноморских землях украины любопытно что черноморский флот российской империи не произвел ни одного выстрела в сторону франко-англо-турецко-сардинской коалиции и был затоплен самими московитами такое развитие событий будет повторяться в позорной истории российского флота еще не раз во время мировых войн московиты будут топить свой флот сдавая противникам крым и всегда называть это героической обороной севастополя так было и при первой героической обороне в кавычках конечно же московитская армия была разбита во время маневренной войны в крыму а затем после ожесточенных боев за севастополь сдала город войскам коалиции между прочим то что царская армия защищала город 11 месяцев против превосходящих численно и технический войск коалиции можно объяснить тем что большинство защитников севастополя были украинцами вообще мысль о том что крым является каким-то там исконно русским а севастополь это город русской славы все это невероятно смешной миф который верят очень недалекие люди на нашем канале есть видео которое так и называется русский крым миф для быдла где мы разбираем самые упоротые заблуждения о якобы исторической принадлежности крыма россии не поленитесь посмотрите это видео и по возможности отправьте кому-нибудь за линию фронта подгорит у них знатно ссылка в подсказке описании и закрепленном комментарии непутевая внешняя политика николая первого настроила против него все ведущие страны европы британский пароходный флот властвовал на морских и океанских просторах чем заставил царскую россию держать огромные вооруженные силы почти по всему периметру империи россия ожидала атаки не только со стороны морских границ но и от соседних австро-венгерской империи и пруссии эти страны не присоединились к войне против царизма жандарма европы но придерживались вооруженного нейтралитета угрозы заставили царя мобилизировать огромную армию два с половиной миллиона воинов и держать их по всем возможным опасным направлениям которые составляли более 5000 километров материально-технический уровень российской военной машины какие в целом государства был крайне низок ни флота не оружие способного противостоять современно оснащенной по тем временам военной коалиции стран запада у россии не было но было очень много пушечного мяса которым щедро заваливали противника как это все напоминает войну россии сегодняшнюю итог тоже абсолютно предсказуем крымская война быстро высосала финансовые ресурсы экономически неразвитой российской империи в 1853 году когда боевые действия велись только против османской империи царизм тратил на войну более 40 процентов всех денежных поступлений в бюджет после вступления в войну стран европы нагрузка на финансы империи московитов увеличилась вдвое война с ведущими странами мира означало для русской империи полную экономическую и политическую изоляцию и крах главным источником экспорта для россии была торговля зерном которая уменьшилась в 13 раз то есть практически сошла на нет нефть и газ тогда еще не имели большой ценности а торговать чем-то кроме необработанного сырья россия как не умела никогда так и не научилась и видимо не научится тогда как и сейчас страна под названием россия ввозила технику и технологии из стран запада стоит добавить что московия никогда в одиночку не могла обеспечить себя хлебом в неурожайные годы московское крестьянство или умирала от голода или питалась пожертвованиями стран запада только во времена хрущева таки начали закупать зерно чтобы прокормить советских граждан до этого как цари такие ленин и сталины просто оставляли умирать от голода своих холопов современная россия закупала практически все главные виды сельскохозяйственной продукции в независимой украине экспорт зерна до войны неуклонно рос поэтому носители духовных скреп из залезья сегодня стремятся вернуть украину и украинцев в рабскую зависимость поскольку как говорят московиты голод не тетка пирожка не поднесет ленивые ни на что не способные емели нуждаются в мужике чтобы двух генералов прокормил то есть московиты стремятся к тому чтобы украинцы кормили их в прямом смысле этого слова и вообще вносили вклад в их империю экономику науку культуру ведь судя по тому биоматериалу который едет в качестве мобиков из рф в украину создается впечатление что качество россиянского населения упала много ниже всячески возможных плинтусов поэтому они нуждаются в притоке свежей крови следствием поражения русской империи в крымской войне стали реформы и не только экономические правда это в итоге все равно ничего не изменило интересно что будет следствием поражения русской империи в этой войне снова попытка стать цивилизованными а потом опять откат в каменный век и все-таки чем же так богата россия и что она может в огромных количествах предложить миру такого уникального чего не может больше абсолютно никто в таких масштабах это две вещи которые являются просто визитными карточками россии ложь и насилие больше ничего предложить этому миру а россия не может ну а нам украинцам свои рубиты бы ты бы ты бы ты слава украине спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео поддерживайте нас на патреон это помогает авторам развивать канал кроме этого можно воспользоваться новой функцией ютуба спонсорство кнопка спонсировать есть возле каждого видео и на главной странице канала до новой встречи всем украинцам скорейшей победы